Алина, сегодня тебе, как всегда, такое же задание. Сегодня ты у меня раскладываешь в витрине, оправляешь в витрине в зале. Пожалуйста, приступай. Летние каникулы Алина Латыпова проводит с пользой для семейного бюджета. Работает на почте по пять часов в день. Рассказывает, дома сидеть без дела скучно. Здесь можно получить драгоценный опыт, новые знакомства. Такая практика помогает и определиться с будущей профессией. Я раньше не знала, как это хранится, как это вообще работает. Это помогает, потому что ты сразу понимаешь, кем ты хочешь работать, кем ты не хочешь работать. Хочешь ли ты быть почтальоном или все-таки хочешь больше как-то связать тебя с офисной работой. Помощник специалиста, садовника, вожатого, подсобный рабочий, уборщик территории. Для подростков подбирают несложную работу с учетом их пожеланий, которая не требует высокой профессиональной квалификации. За лето по муниципальным и областным программам трудоустроено более трех тысяч человек. Доволен и работодатель. Для него юные помощники – дополнительное подспорье. Я считаю, что это очень хорошо и для нас, потому что помощь все равно осуществляется. Трудоустроиться можно с 14 лет. В молодежном центре Самарский учитывают все пожелания подростков. Всегда соблюдают главные требования. Работа должна быть рядом с домом, четкий график, количество отработанных часов не должно превышать нормы. Для каждого возраста она своя. Например, в 14 можно трудиться только 4 часа в день, в 15 – 5, а от 16 до 18 лет – 7. В этом году количество трудоустроенных ребят выросло на 30%. В целом по городу мы трудоустраиваем более чем 100 предприятий. Каждая организация определяется наставник, который непосредственно работает с ребятами. В осенне-зимний период также планируют трудоустройство подростков в свободное от учебы время. Но для этого нужно в обязательном порядке принести заверенное расписание с места учебы. Елена Малютина, Максим Гусев, События.